Несколько тонн мусора собрали горожане и активисты общественного движения «Город первых» во время юбилейного эко-квеста «Чистые игры». Местом проведения соревнований стала лесопарковая территория за городской поликлиникой на улице Емлина. За глобальной уборкой наблюдала наша съемочная группа. За отдельно собранный мешок пластика вы получите плюс 7 баллов. Стекла плюс 8 баллов. К экологическому квесту «Чистые игры» готовится 25 команд. Их задача – за полтора часа собрать как можно больше отходов. После старта участники устремляются в разные стороны, вооружившись мешками. Девушки из команды «Трубочисты» – новички необычного субботника. Здесь они представляют совет молодежи Первоуральского новотрубного завода «ТМК». Очень приятно, что такие игры устраиваются, потому что экология сейчас, если честно, у нас не очень по всей форме. Избирь мусора – это огромный плюс в карму, можно так сказать. «Чистые игры» проходят в Первоуральске уже в десятый раз и неизменно при поддержке градообразующего предприятия. Организаторы экологического квеста – активисты общественного движения «Город первых» отмечают. К традиционной акции с каждым годом подключается все большее количество участников, выступающих за чистоту и порядок. Получается каждый год привлекать новых участников, людей, далеких от экологии. И когда они приходят и видят, как это действительно важно, решать вот такие задачи, получается очень круто. Мы понимаем, что наша деятельность в этот день точно была не зря. О, смотри, типа гоны чьи-то. Его можно, типа, сдать. Круто. Спустя несколько минут после начала квеста найти ценный предмет удается еще одной команде Совета молодежи металлургов «Мусорный абьюз». Это добавляет азарта участникам «Чистых игр», ведь за артефакты они могут заработать дополнительные баллы. Хотя волонтеры признаются, навести порядок они пришли не ради победы. Наша компания серьезно относится к уборке нашего города. Целую неделю уже прибираем улицы нашего города. В эти выходные мы решили поучаствовать с друзьями в «Чистых играх». Так сказать, не гостевой маршрут убрать, а заповедные места. «Чистые игры» проходят в лесу между гаражами и коллективными садами. Участники квеста говорят – отходов хоть отбавляй. В основном смешанный мусор. Все смешано. И железо, и пластик, и полиэтилен. Кто едет, тот, видимо, здесь и кидает все это. По правилам квеста дополнительные баллы за сортировку мусора команды могут обменять на инвентарь. Такой возможностью активно пользуются морские тигры. Победители «Чистых игр» прошлого года выбирают пару тележек и собирают отходы покрупнее. С ребятами посовещались и решили, что сил у нас хватит на то, чтобы оперативно упереться, так сказать, в этот покрышки и в крупногабарит. И таким образом занять какое-нибудь место. Такая тактика вновь приносит морским тиграм победу. С внушительным отрывом от ближайших соперников в 300 баллов они забирают кубок «Чистых игр». Эмоции просто супер, как обычно. Мы сделали лес чище. Несмотря на то, что мы победили, это общая победа. Мы сегодня убрали рекордное количество мусора. Победители квеста награждают еще в двух номинациях – подростки до 14 лет и семьи. Но главной наградой соревнований для всех участников становятся результаты уборки. 755 мешков пластика, металла и стекла, а также почти две тонны крупногабаритных отходов. Итого более 6,5 тонн мусора. Эта цифра оказалась рекордной за всю историю «Чистых игр» в Первоуральске. Светлана Вахмянина, Дмитрий Солюков, Андрей Волков. Новости Первоуральск.